Всем привет, с вами Дмитрий из Galileo Sky и в этом видео мы рассмотрим последнюю вкладку, которая доступна нам в ПО Конфигуратор. Речь идет о вкладке Алгоритмы. Функционал данной вкладки зависит от модели терминала и версии прошивки. При работе с терминалами Galileo Sky 10 и Galileo Sky 7X с прошивкой 47 и выше, вы получаете полный доступ к функционалу данной вкладки. Давайте познакомимся с ним на примере терминала Galileo Sky 10. Запускаем конфигуратор. Как видите, сейчас в память моего терминала загружено несколько алгоритмов. Название алгоритмов вы можете видеть в поле EasyLogic. Общую информацию о свободной оперативной памяти и памяти, используемой алгоритмами, вы можете видеть в поле Оперативная память. Мы рекомендуем всегда оставлять терминалу запас свободной оперативной памяти в 20-25 кБ. В противном случае работа прошивки терминала и ваших алгоритмов может быть нестабильной. Но это лишь общая информация. Более детально узнать, какой из алгоритмов потребляет сколько памяти и отследить динамику потребления памяти алгоритмами, вы можете на вкладке Алгоритмы. Переходим на вкладку Алгоритмы. В верхней части окна мы видим таблицу, где приведены названия всех загруженных алгоритмов. В таблице указаны названия алгоритмов, размеры алгоритмов и текущий объем потребляемой оперативной памяти. Также в конце строки напротив каждого из алгоритмов есть кнопка с корзиной, которая, очевидно, позволяет выборочно удалять алгоритмы из памяти терминала. Каждому алгоритму таблицы присвоен цветовой маркер. Этим же цветом обозначается потребление ресурсов соответствующим алгоритмом на гистограмме с названием «Сводное потребление ресурсов». Как видите, гистограмма не статична. Потребление оперативной памяти алгоритмами может меняться в зависимости от различных условий. Именно поэтому мы рекомендуем оставлять запас свободной оперативной памяти. В этом случае заметно снижается вероятность того, что алгоритмы исчерпают всю оперативную память. Отметив галочкой в таблице «Интересующие вас алгоритмы», вы можете отслеживать потребление памяти только выбранным алгоритмом или алгоритмами. Цветовые маркеры присваиваются алгоритмам автоматически, но черная метка напротив имени алгоритма говорит нам о том, что данный алгоритм в терминал загружен, но не запускается. Как правило, это вызвано тем, что алгоритм требует слишком много оперативной памяти для запуска, и в нашем случае свободной памяти просто недостаточно для его запуска. В этом случае вы можете либо попробовать оптимизировать загруженный алгоритм или алгоритмы, либо попробовать отключить какие-то неиспользуемые модули прошивки в настройках на вкладке «Система», о чем я рассказывал в одном из предыдущих видео. Я еще раз хотел бы заострить ваше внимание на том, что всегда необходимо оставлять запас свободной оперативной памяти при использовании алгоритмов. Недостаток оперативной памяти может привести к нестабильной работе прошивки, пропаданию координат или связи, а также к проблемам сохранению данных в архив. Недостаток оперативной памяти также может мешать успешному запуску прошивки, что неизбежно приведет к переходу терминала в режим рекавери, где большинство системных функций и работа изи-лоджик заблокированы. Благодаря вкладке «Алгоритмы» вы можете детально отслеживать потребление оперативной памяти вашими алгоритмами и убедиться, что алгоритмы не съедают всю доступную оперативную память при всех возможных сценариях работы. Детальное тестирование алгоритмов перед загрузкой на клиентское оборудование позволит вам избежать многих неприятностей в будущем, таких как потери клиентских данных и необходимость выезда клиенту для восстановления работы терминалов. Что ж, я надеюсь, что данный курс оказался для вас полезен. Скорее всего, со временем, когда функционал терминалов Galileo Sky будет дополняться новыми возможностями, в рамках данного курса будут появляться новые видео. Ну а пока на этом все. Спасибо за уделенное на просмотр данного курса «Время». С вами был Дмитрий. До новых встреч!